МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Восемь вечера". Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В доме агрессора не смолчало. В каких преступлениях Меркель обвинила Россию, выступая в Москве? Наемники с востока на востоке Украины. На чьей стороне воюют израильские военные? Польский выбор. Соседи избирают президента, у кого из кандидатов больше шансов. Станут ли лекарства доступнее? Опустит ли цены отмена НДС? Весеннее обострение, где расплодились рыбаки-браконьеры и отлавливают ли их? Встреча весны вдали от дома, как крымские татары в Киеве отметили самый большой национальный праздник. Напряженно прошли последние сутки в зоне АТО. Со вчерашнего вечера боевики 35 раз нарушали режим тишины. На Луганском направлении вражеский огонь вели из минометов в районе Бахмутской трассы Станицы Луганской и Счастье. По украинским позициям стреляли и в районе Донецкого аэропорта. Погибших украинских военнослужащих нет, четыре бойца получили ранения. Из какого оружия стрелял противник и как наши держат оборону в районе Донецка, все расскажет сейчас Ирина Баглай. Бойцы 30-й бригады держат линию фронта от Горловки и до Попасной. В последние дни враг активно выходит в разведку и провоцирует военных на огонь. Особенно вечером начинается движение в стороне Зеленки. Появляются и выходят сразу же. За позициями десантников нулевая зона. В селе Новолуганском между армией и боевиками так и живут местные. Правда в гости без приглашения к ним наведываются только боевики. Армейцам пройти вперед не позволяют договоренности о перемирии. Заходят сепаратисты туда, даже бывают такие, что ходят в нетверзовом состоянии. До местных населения не ставятся так. Не очень добрые. Очень много местных просили, сказали, что заходьте вперед, занимайте. Команды нет. А на этом краю между армейцами и врагом только поле. Сюда так просто и не доедешь. Дорога размытая из-за частых дождей. Но командир такой погоде рад. Значит и противник в наступление не пойдет. Танки увязнут. Чем ближе к краю, тем опаснее. Как только боевики видят передвижение техники, сразу начинают стрелять. Так и вчера на подъезде к позиции этот экипаж встретили огнем. Вчера просто 9 мая. Я думаю, что они перепелися. И что-то там не зрозумели между друг с другом. Я в моей позиции вот перед нами, вот за этим брусером. Я вам, когда мы ехали, я вам показывал. Он дивится. Вот они там на тех бугорках. Минометы и птуры. Боеприпасов к этим орудиям противник не жалеет. Армейцы показывают остатки от противотанкового снаряда. Он отрикошетил и пролетел через всю позицию. Эта трубка ударилась вон туда, в стену. Вот подарочек нам. Ну, это вчерашний подарок от братьев славян. Острая, как бритка. Если она попадет в человека, то сразу смерть. Вчера бойцам здесь повезло. Все целы. И даже отмечают победу. Командир отделения не может нарадоваться меткости своей боевой машины. Дана машинка сработала и уничтожила минуеметный расчет противника. И накрывал нашу позицию с всех сторон. После всего у нас, надеемся, на ближайшее время с той стороны поддержки такого оружия пока не будет. Но уже к обеду. И мы видим в бинокль, как боевики подвозят боеприпасы и заново оборудуют огневую точку. Военным же приказ не стрелять. Перемирие. О нем говорят на передовой с горечью. За несколько дней потеряли троих товарищей. Еще 17 получили ранения. В день смерти Андрея Гиндыка, которого на фронте называли архитектором, бойцы написали песню. Негром гремит, у нас опять стрельба. Вам это перемирьем называют. Осколочно-фугасная судьба. Осколочно-фугасная судьба. Здесь каждый день кого-то выбирают. Ирина Баглай, Владлен 0, Василий Сачук. Подробности телеканал Интер. А в районе Мариуполя боевики не прекращают обстрелы Широкина. Сегодня днем в ход пошло и запрещенное минскими договоренностями оружие. Все подробности далее в сюжете. Тишина. Порядок. Это сейчас, но уже буквально через полчаса боевики начнут обстреливать наши позиции. Заявленный ими же двухдневный режим тишины нарушают ночью. В 10 часов 9 мая. Огонь ведут сначала из подствольного гранатомета. Днем в ход идет запрещенное оружие. Уже полномасштабный минометный обстрел. Позиции были произведены с 127-минометов, 82-минометов. Огонь ведется со стороны Саханки, со стороны Широкина. И пусть даже небольшое затишье для наших военных – это уже праздник. Но бойцы остаются на своих позициях, несмотря ни на что. Отстаем ему тоже свою землю, свою цю, но между братскими народами, так сказать. Никто бы никогда не подумал, что будем воювать вот так с этими людьми. Ольга Пахомова из села Бердянское. Использует такое тревожное затишье, чтобы поработать в огороде. Вот это цибуля, вот это картошка, вот это морква. На все про все около часа. Потом снова слышны залпы тяжелых орудий. Женщине 86. Помнят Вторую мировую, как и тогда, сейчас хочет мира. А я живу в Украине всю жизнь. И с детства, и батько умер, и бедный в 1933 году, в голодовку. И до сих пор, и хочется мне все время, чтобы в Украине был мир. При фронтовым селам помогают наши военные. Сегодня в Лебединское привезли самое необходимое. А уже завтра гуманитарный штаб «Поможем» начнет выдавать подарки ветеранам Мариуполя. В общей сложности наборы получат 38 тысяч ветеранов-фронтовиков Донбасса. Этим людям уже далеко за 80. Тем, кто не может забрать подарки самостоятельно, им доставят адресно. Выдавать такие наборы по всей Донецкой области будут до конца месяца. Эльвина Сидбулаева, Игорь Цули, Игорь Щепет. Подробности – телеканал «Интер». Из сектора «М» на прямой связи с нами Эльвина Сидбулаева. Эля, здравствуй. Что происходит на Мариупольском направлении в эти минуты? Прошу тебя. Здравствуй, Леша. На Мариупольском направлении сегодня боевики резко увеличили интенсивность обстрелов. По-прежнему, самой горячей точкой остается Широкино. Там противник 15 раз открывал огонь по позициям наших военных. Использовали все виды стрелкового оружия, а также минометы 120-мм калибра. В результате обстрела двое бойцов полка АЗОВ нацгвардии ранены. И сегодня же боевики обстреляли село Чермалык. В этом регионе работают наблюдатели ОБСЕ. В штабе АТО говорят, что из-за этого боевики просили прекращения огня. И сами использовали затишье для пополнения боекомплектов. Под обстрелом противника также позиции сил АТО недалеко от пищевика. На этом у меня все. Леша. Тревожные новости, конечно. Спасибо тебе, Эля, за работу. Это была моя коллега Эльвина Сидбулаева. Она продолжает работать на Мариупольском направлении. Европа прекрасно видит, что боевики игнорируют минские договоренности. Об этом сегодня в Москве заявила Ангела Меркель. На совместной с Путиным конференции из ее уст вообще прозвучало много неприятного для Кремля. Сегодня же, кстати, всплыли и очередные доказательства участия российских военных в боевых действиях на Донбассе. Данил Русаков сейчас все расскажет нам поподробнее. Глава ФРГ уже с утра в Москве. Запланированный визит немецкого канцлера продлится всего один день. Из культурной программы максимум уже выполнен. Меркель и главный кремлевский чиновник возложили цветы к могиле участников Второй мировой войны. Затем переговоры о том, что тему Украины обойти не удастся с самого начала знали все. Лидеры государств об этом говорили еще до начала встречи. А уже после немецкий канцлер заявил о выполнении минских соглашений пока тормозится. Боевики нарушают перемирие, блокируют украинскую гуманитарную помощь и не выдают пленных. Говорила Меркель и о восстановлении территориальной целостности Украины. Из-за преступной аннексии Крыма наше сотрудничество серьезно ухудшилось. И мы видим в этом нарушение основ европейской политической системы. Мы еще раз подтвердили, что минские договоренности – основа того, как нам двигаться дальше. Если для европейских лидеров вопрос прекращения конфликта на Донбассе очевиден, то для российского руководства, похоже, нет. Вот фотографии, опубликованные в одной из соцсетей. Как утверждают журналисты, на них солдаты регулярных воинских частей Федерации. Указанная геолокация – Донецкая область. На подобные снимки кремлевское руководство и прежде не особо реагировало, но вот после ситуации под Иловайском заявило, мол, на Донбассе воюют армейские отпускники. Видимо, это тоже такие отпускники. В отгул они пошли предусмотрительно на служебных танках с полным боекомплектом при необходимой амуниции. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Интер. Израильские наемники в Украине. Где они? На чьей стороне воюют? И как на это смотрят власти еврейского государства? Расскажет Сергей Ауслендер. Не секрет, что Израиль входит в десятку крупнейших экспортеров оружия, продавая его во множество стран, но мало кто знает, что помимо железа Израиль активно экспортирует и, что называется, живую силу. Это и понятно. Десятки тысяч молодых людей ежегодно проходят здесь армию с ее прекрасной военной школой. Потом, что называется, остаются в профессии и с их бесценным боевым опытом уходят в частный сектор. Но государство внимательно за этим следит. Для того, чтобы работать за границей, неважно с какой армией, любой человек в Израиле, любая компания должна получить разрешение от Министерства обороны, отдел по контролю за экспортом вооружения. Израиль очень не любит посылать своих кадровых военных в горячие точки, поэтому делается это все вот таким частным образом. Инструкторы работают по всему миру, обучая армии и службы безопасности. Уже совершенно не тайно, что израильские инструкторы тренируют украинских солдат. В рядах вооруженных сил Украины сражаются израильтяне. Вероятно, есть они и на стороне противника. На Майдане было много израильтян. Но вот малоизвестный факт, который недавно просочился в печать, администрация Януковича незадолго до событий на Майдане тоже наняла израильских специалистов по борьбе с уличными беспорядками. Но, слава богу, не прислушалась к их рекомендациям. Но, тем не менее, гонорар, насколько мне известно, им все-таки выплатили. Бизнес есть бизнес. На уровне компаний Израиль получает свою долю. То есть государство получает налоги, получает работу, получает все те бенефиты, которые, естественно, идут вслед за большим экспортом. Но не завязан напрямую на государство. И это правильно. Но не стоит полагать, что все в этой области так гладко и красиво, как может показаться на первый взгляд. Известно, например, что южноамериканские наркобороны очень любят нанимать израильских инструкторов для тренировки своих частных армий. Человек заканчивает службу в армии, например, в спецназе, уезжает за границу и отследить, чем он там занимается, практически невозможно. Государство просто не может уследить за всеми такими специалистами. Добавилась и другая проблема. Израильских инструкторов как ходовой товар начали подделывать. Объявилось множество мошенников, выдающих себя за отставных офицеров Масада или Цахала. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Выбор между блондинкой и десятью мужчинами. Польша сегодня избирает президента. В гонке участвует и нынешний глава государства Бронислав Комаровский. Удастся ли ему удержаться на своем посту? И кто еще претендует на вакантное кресло, расскажет наш корреспондент Ольга Головина из Варшавы. Она молода и красива. Казалось бы, что еще нужно для продолжения карьеры актрисы или телеведущей? Но у эффектной блондинки Магдалены Огурок амбиции более масштабные. 36-летний Огурок – единственная женщина-кандидат в президенты Польши. Представляет союз левых демократических сил. Критикует нынешнюю власть за антироссийскую политику, но за нее готовы отдать свои голоса не больше 4% поляков. Я обращаюсь к нашим гражданам и прошу выполнить самый главный долг – прийти на участки и проголосовать. Поляки не спешат голосовать с утра. В Варшаве моросит дождь, да и воскресенье – это прежде всего поход в храм. Участки работают с 7 утра до 9 вечера, поэтому очередей возле избирательных урн нет. Скорее всего, этот дворец не сменит своего хозяина в ближайшие 5 лет. Рейтинг Бронислава Комаровского, хотя и далек от заоблачного, но поляки ценят стабильность. Да и конкуренты не представляют серьезной угрозы. Разве что Анжей Дуда от партии «Право и справедливость». 42-летний политик занимает второе место в предвыборной гонке. Говорит, сможет взять на себя ответственность за огромные перемены, которых уже заждалась Польша. Третьим в кампанию к политикам неожиданно затесался бывший рок-музыкант, а ныне независимый кандидат Павел Кукис. Павел Кукис не имеет за плечами никакого политического опыта. Он займет третье место, не победит. Но это показывает то, что поляки ожидают каких-то изменений, чего-то нового, оригинального. Это сигнал для других кандидатов. Предвыборная кампания в Польше прошла почти незаметно. Практически никакой наружной рекламы, только агитационные ролики на телевидении. Комаровский и Дуда часто ездили на встречи с избирателями. Мы голосовали за Комаровского, потому что его политика соответствует нашему пониманию, как должно развиваться государство. Я не скажу, за кого отдал голос. Но хочу, чтобы Польша была еще лучше, чтобы поляки и украинцы помирились, как это мы сделали с немцами. Ведь я по собственному опыту знаю, что такое оккупация в Варшаве и Львове. Для победы кандидату необходима половина голосов избирателей. А действующий президент, как показывают рейтинги, может не набрать и 40%. Поэтому через две недели поляки опять после мессы в костелах пойдут на избирательные участки. Ольга Головина, Игорь Антонюк из Варшавы. Подробности телеканал Интер. День Победы, парад ветеранов, мемориальная служба с участием самой королевы. В Лондоне отметили один из главных праздников в году. О том, как грандиозно все завершилось и что этому предшествовало, наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. 57 флагов на площади перед британским парламентом. Вот украинский желто-голубой, а российского триколора нет. Ошибкой или случайностью такой не назовешь, ведь знамена повесили специально перед парадом в честь Дня Победы. Именно отсюда вчера начался марш левых и анархистов, которые решили высказать свое недовольство новым правительством консерваторов. Даунинг-стрит 10 в паре кварталов от парламентской площади. Мы тут потому, что большинство британцев недовольны результатами выборов, недовольны правительством консерваторов. Эмоциональная демонстрация очень быстро перестала быть мирной. Пара десятков британских тетушек в масках решили потолкаться с полицией. Правоохранители получили ранения, дебоширы провели ночь в участке. Я ничего плохого не сделала. Но кое-кому все-таки удалось обрисовать красной краской мемориал женщинам Второй мировой войны. Это сочли актом вандализма. Уже к вечеру памятник отмыли, а утром сама королева пожаловала на службу, чтобы почтить ветеранов. Елизавета II возложила венок маков к могиле неизвестного солдата и пообщалась с теми, кто воевал во Второй мировой. А затем ветераны прошли парадом, там, где накануне дрались демонстранты. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Восемь полицейских погибли в македонском городе Куманово. Еще около сорока ранены. Там произошли столкновения с террористической группировкой. Боевики готовили нападение на госучреждение. 14 из них были убиты в ходе операции. В стране объявлен двухдневный траур. Стреляли этой ночью и в Швейцарии. Житель кантона Аргову убил брата и родителей своей жены. Затем соседа. А потом покончил жизнь с самоубийством. В полиции, говорят, причиной могла стать банальная семейная ссора. Газовые войны, холодной войны. Госдеп США пытается убедить Грецию не сотрудничать с Россией в проекте «Турецкий поток» и уменьшить энергозависимость Европы от Москвы. Так чей же газ попадет в Европу уже в следующем году? В опросе разбирался Дмитрий Еловский. Американская дипломатия уже давно интересуется поставками газа и играми российского «Газпрома». Для Вашингтона выгодно, чтобы европейцы использовали не российское топливо, а, например, газ из Азербайджана. В декабре минувшего года Госдеп должно быть вздохнул с облегчением. Тогда стало ясно. Амбициозный проект «Южный поток» детища «Газпрома», которое несет российский газ в Европу, закрывается. Но на смену «Южному потоку» пришел «Турецкий поток». Для его воплощения жизненно необходимо согласие соседей Турции, например, Греции. Эта страна, измученная многолетним финансовым кризисом, отягощенная долгами, сейчас особенно пристально смотрит в сторону Москвы, ожидая как финансовой, так и какой-то политической помощи. И вот тут в игру наконец вступает Вашингтон. Накануне официальный представитель Государственного департамента Америки призвал греков лучше поучаствовать в трансадриатическом проекте, но вместо «Турецкого потока». Заявление это прозвучало очень однозначно. По словам американца, это выгоднее с точки зрения прибыли и с точки зрения какого-то имиджа страны. Ну и между строк. Америка, если что, поможет. Лишь бы греки с россиянами в газовые игры не играли. Но с российским проектом вообще пока очень много вопросов. Решив давать топливо в обход Украины, «Газпром» ведь не до конца договорился с самой главной, самой важной страной этого проекта, собственно говоря, с Турцией. Предприимчивые турки в последнее время все активнее закупают сжиженный газ, а не российский. Ну и без политики тут, конечно, тоже не обошлось. Недавно лидер Турции Реджеп Таипердаган, комментируя слова Путина о геноциде армян, сказал, пускай Москва сначала объяснит свое поведение в Украине. Москва тем временем уверяет, газ по турецкому потоку готовы дать чуть ли уже не в декабре, а следующего года. Но пока что слишком много «но». Если Америке все же удастся убедить греков отказаться от этого проекта, то «Газпром» придется искать новые возможности посадить Европу на свою газовую иглу. Дмитрий Львовский, Юрий Романюк. Подробности. Американское. Берем телеканал «Интер». Болеть себе дороже. Цены на лекарства бьют рекорды. Только за последние два месяца медикаменты подорожали в два, а некоторые даже в три раза. Есть ли этому предел? Разбиралась Елена Митясова. Вот марля, лейкопластырь и ушные палочки. Лекарства не купила, а потратила десятую часть пенсии, жалуется Людмила Александровна. Почти 150 гривен, как и не было. Ужасные цены. Подорожали в несколько раз. И каждый день все новое-новое. Цепляют этикеточки. Там 20-го числа, 22-го, 23-е. А вот 84-летняя Тамара, инвалид по зрению, говорит, полтора месяца назад глазные капли покупала за 60 гривен. Вчера заплатила уже почти 200. А еще ей постоянно нужны сердечные, обезболивающие лекарства. В общем, я экономлю. Чтобы у меня хватило на полтора-два месяца. От нынешних цен на лекарства Люда в отчаянии. У девушки онкология, необходимый для ее жизни препарат герцептин. Только за последний месяц подорожал в два раза. Был он 27 тысяч, а сейчас будет 50. Уже во всех аптеках он по 50 тысяч. Это вообще неподъемные для нас деньги. До середины июня люди необходимо купить 14 флаконов лекарства. Это 700 тысяч гривен. Гривня стабильная, бензин даже подешевел. Так что же случилось? Почему за последний месяц так взлетели цены в аптеках? Десь 50% это импортная складова, даже у витчизненных лекарств. И, соответственно, курс валюты, завезения, введения, больше року тому ПДВ на лекарские засоби, это все тягне за собою подвищения вартости ликвия. А еще 7% НДС и взятки, говорят эксперты, даже чтобы лекарство на аптечную полку попало. Плюс стоимость лекарства закладываться все риски на случай нестабильности валюты и деньги на рекламу. Итого, мы платим по факту на 10-15% больше за лекарства, чем могли бы платить. Эти 15% это 4 миллиарда гривен, которые за этот год мы заплатили из собственного кармана. В стоимости каждого препарата заложено до 70% расходов на маркетинг. Фармацевтические компании, несмотря на то, что медикаментов стали покупать меньше, ничего не проиграли. А вот рецепты оздоровления цен прост, говорят эксперты. Снизить стоимость лекарств можно, отменив на них НДС. На днях президент подписал изменения в налоговый кодекс. Теперь отменен 7% сборные и импортные лекарства, которые закупают государство через международные организации. Это капля в море лишь 10% от всего объема лекарственных средств на украинском фармрынке. Таким образом, государство обеспечит медикаментами больных по четырем госпрограммам. Это борьба с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитом С и вакцинацией. Да и то, не скрывают в министерстве, этих препаратов на всех не хватит. А пока мы ждем комментарий антимонопольного комитета относительно обоснованности повышения цен на лекарства. Пообещали на следующей неделе. Елена Митясова, Сергей Коваль, Сергей Дубинин, Андрей Кузнецов. Подробности телеканал Интер. На крючке у рыбинспекторов в Черкасской области облавы. Кого и на что ловят? Подробнее Станислав Кухарчук. Пол шестого утра. Район одного из самых крупных в Черкасской области нерестилищ. Урочище Кучегуры. Дорогу от Днепра перекрывает передвижной блокпост активистов и рыбинспекции. Вот, дети, вот наловыло нормально. Я рыбу наишу. Наишу? Да. Вот это я вас поймал с пистолетом, вы кажете, нашу. Браконьеры закон хорошо знают, работают без улик. Сетей машине не оказалось. Поэтому инспектор на месте оформляет лишь админпротокол. В то же время на берегу другая группа активистов проверяет компанию отдыхающих. Один из мужчин объясняет, с товарищами рыбачит на удочку. Это же не запрещено. Выясните, что вы тут делали, чего и ничего. На картопе выпили по 100 грамм и спал. Вот только место отдыха усеяно обрывками сети. А одну из воды даже не успели вытащить. Ее достает рыбинспектор. Но и это еще не все. Они рассказывали, что рыбачили на удочке. Буквально в 20 метрах от них вот такая вот замечательная находка. Видимо, вот рыба буквально, не знаю, может, минут 20-30 назад была вытащена из воды. Отдыхающие от добычи, от снастей открещиваются. Молнии их. Таких, как они, весной на нерестилище съезжаются сотни. По всему берегу тайники, когда не получается вывести рыбу, браконьеры ее засаливают и закапывают. До лучших времен. Свой промысел браконьеры совершенствуют с каждым годом. Чтобы в суде доказать вину злоумышленника, инспектору в буквальном смысле слова надо поймать его сетью и рыбой в руках. Но даже если сделать это все же удастся, наказание чисто символическое. Знаете, как кажутся, гаубицей по вороте. И тот ущерб, который он наносит, не покрывают ни те штрафы, вынесенные судом, ни те стягнения, в кавычках, которые не отшкодовываются до сегодняшнего момента, даже на 50%. Впереди у активистов и инспекторов еще целый месяц погони и отпусков. Сейчас на нерест должен пойти Днепровский Сазан. Браконьеры об этом знают и уж точно не упустят возможности подзаработать на нелегальном вылове. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Как дочь кубинского лидера геев благословляла и кто обещает решить проблему бесплодия. Об этом и не только. Далее в обзоре. Крестины по-княжески. Первая пара Монако окрестила своих пятимесячных близнецов. Церемонию провели в главном католическом соборе страны. Крестными маленького принца стали родственники князя Альберта II. Его сестру крестили брат и подруга княгини. За таинством в прямом эфире наблюдали все поданные княжества. Искусственные сперматозоиды спасут от бесплодия. Французским ученым впервые удалось вырастить сперму в лабораторных условиях. Получили их из неразвитых стволовых клеток, взятых из семейников пациентов. Ранее такую процедуру успешно проводили только на мышах. Ученые надеются, что уже в 2017 родится первый ребенок от мужчины, страдающего бесплодием. Дочь кубинского лидера благословляет геев. Мариэла Кастро организовала венчание 20 гомосексуальных пар. Для этого специально пригласила протестантских священников из США и Канады. Правда, официально супругами влюбленных так и не назвали. Однополые браки на Кубе запрещены. После церемонии в центре Гаваны устроили гей-парад. Бумажная авиагонка. В Австрии прошли соревнования самодельных самолетиков. Лучших выбирали из 46 тысяч претендентов со всего мира в трех категориях за дальность и длительность полета, а также за лучшие аэродинамические качества. Линерами стали пилоты из Болгарии, Ливана и Армении. Их аппараты пролетели больше 53 метров и в воздухе продержались дольше 14 секунд. Неоперившийся птенец взорвал интернет. В сети набирает популярность ролик, на котором хозяйка вручает птице ватную палочку. Реакция Пернатова весьма эмоциональна. Птенец начинает чирикать как заводной, видимо недовольный тем, что не может проглотить понравившийся предмет. Свой самый большой национальный праздник весны, плодородие и земледелие хыдр лес крымские татары массово отметили в Киеве. Обычно торжества проходят на полуострове в Бахчисарайском районе. Почему изменили традицию и как все было сюжет Ирины Романовой. В этом столичном парке с самого утра жарят шашлыки и готовят татарский плов. Сейчас мы делаем основу для него, это называется зирвак. Так крымские татары готовятся отмечать хыдр лес. Чтобы урожай был хороший, чтобы погода была благосклонная. Асия вынуждена была уехать из Крыма в прошлом году. Она, как и многие из тех, кто пришел на празднование, до сих пор отмечала хыдр лес на родине. Но теперь из-за аннексии полуострова традицию пришлось нарушить. Я не очень этому рад, но я рад, что хотя бы в Киеве, хотя бы так, но мы святкуем свои свято. 3 мая оккупационные власти Крыма организовали хыдр лес на полуострове. Но людей пришло немного, рассказывает Эскендер. Хыдр лес российская влада влаштовывает и поддерживает. А день памяти депортованных национальностей Крыма она игнорует. Большая часть крымских татар, что проживают на территории автономной республики, ображена. Поддержать земляков в Киеве пришел Иефат Чубаров. Говорил сначала на татарском, потом на украинском языке. Крым обовязково будет в складе украинской державы в выгляде национальной автономии крымских татар. Слава Украине! Звучат два гимна. Сначала Украины. Потом крымско-татарского народа. И начинаются празднования. Танцевали, чтобы поддержать крымскую родину. Обязательный атрибут хадрылеза крымско-татарская борьба Куреш. Сначала соревнуется молодое поколение, потом те, кто постарше. А вот и приз для победителя живой барашек. Тот человек, который выиграл этого барана, нужно его поднять и принести. Не обходится и без перекатывания колокаев, заранее испеченных хлебцев. В старейшины рода толкают его. Если падает лицом вниз, то значит неурожайный. Если падает как положено, правильно хлеб стоит, значит будет урожайный год. Заканчивается веселье общим танцем хоран. Через неделю, 18 мая, тоже в Киеве крымские татары отметят другую дату траурную. День депортации из Крыма оккупационной власти полуострова места для этого в Симферополе не нашли. Ирина Романова, Евгений Каминский, подробности телеканал Интер. Ну вот такими новостями заканчивается эта неделя. С каких начнется следующая, расскажу вам завтра в 20.00. До встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok